В Югорске готовят к открытию умную спортивную площадку. В помощь тем, кто придет заниматься на тренажерах, будет виртуальный тренер. Для того, чтобы рассчитать нагрузку на организм, достаточно лишь иметь при себе смартфон. Объект один из 250 похожих, которые появятся в городах России. Наш корреспондент уже побывала на спортплощадке. Это короткая разминка. Набивать мяч на новеньком поле сколько угодно раз Георгий Шубин с товарищами по футболу начнут после официального ввода площадки. Двукратный чемпион округа открытие современного объекта ждет с нетерпением. Я буду приходить сюда каждый день, чтобы набрать физическую форму. Потому что тут очень мягкий газон и хорошие ворота. Наведя телефон на этот QR-код, вы видите область работы, на какими мышцами вы работаете. Виртуальный тренер поможет новичку выбрать индивидуальный комплекс упражнений. Площадка под открытым небом объединила IT-технологии и спорт. На территории 8,5 тысяч квадратных метров построили футбольное поле, беговые дорожки, баскетбольные и волейбольные площадки, тренажеры для воркаута. Одновременно здесь могут находиться порядка 100 человек. Предусмотрена штатная единица тренера-инструктора. Будет график проведения мероприятий еженедельно, организовать мероприятия, организовать детей на эти мероприятия. То есть работать непосредственно с детками, теми, кто не в секциях спортивных, а просто ходит в школу и проводит время дома. Чтобы не сидели дома, а выходили на улицу и занимались, общались между собой и совершенствовались. Общегородская площадка построена по федеральному проекту «Спорт. Норма жизни». Обеспечение доступа к объектам физической культуры и спорта – важная составляющая нацпроекта «Демография» и очень актуальна для Югорска. Активный образ жизни выбирает каждый второй житель города. Территорию выбрали не случайно. У нас здесь находится лицей, школа, колледж. Это дополнительно им возможность заниматься еще какими-то видами, расшириться и, так скажем, направление. И он в центральной части города находится. Здесь очень достаточно плотная застройка и очень много людей. Подобных объектов в России в ближайшие три года намерено установить 250. Правительство страны на эти цели выделило около трех миллиардов рублей дополнительно к средствам федерального проекта «Бизнес-спринт» «Я выбираю спорт». Югорск в пилотный проект попал первым в регионе.